здравствуйте друзья моего канала сегодня я вам покажу как я делаю дома квас лимонный очень вкусный и полезный напиток зимой так как зимой нету других таких ягод из которых я делаю поэтому я делаю из лимона очень всем нравится домашним что для этого нужно для этого нужно 2 лимона 1 апельсин лимонная кислота 1 чайная ложка мед 2 ложки больших сахар 8 ложек в щерть без горки ну и вода 5 литров сейчас буду показывать как такой был мой первый шаг я снял цедру с двух лимонов и одного апельсина вот это лимоны это апельсин снимал я не на самой мелкой терке а вот на второй вот такой второй шаг это я выдавил апельсины и лимоны через вот такую вот соковыжималку у меня цитрусовыжималку получилось у меня вот такая вот чашечка сока как вы видите но если у вас нету соковыжималки там можно сделать с помощью вилки и рук я думаю это несложно да чуть не забыл сказать про дрожжи берем чашечку воды набираем теплой воды в чашечку бросаем туда одну чайную ложку сахара это в первую очередь нужно сделать чтобы дрожжи уже начали начали играть и две чайные ложки сухих сухих дрожжей вот так вот одна бросаем сверху и не размешиваем это для того чтобы они соединились с воздухом намокли и начали уже работать и минут 20 они должны постоять в чашечке а затем уже в последнюю очередь их можно будет вылить в нашу бутыль в бутыль я налил сейчас половину бутыля теплой воды это для того чтобы хорошо растворился сахар и буду сейчас отмерять ну так как здесь пять литров воды я на один литр воды буду кидать мед это две ложки в чердь и на остальные четыре литра воды я буду кидать сахар сахара я буду кидать вот так вот в чердь без горочки восемь ложек ну или если вы хотите то кидать можно четыре ложки но с горой но это в принципе одно и то же вот в тарелку я высыпал сахар 8 ложек ложек в чердь я ножом загребал верхушку и две ложки меда сейчас залью это тепленькая водой размешаю прямо в тарелке хорошо чтобы все растворилось и вырью размешал я сахар и мед теплой воде вот как вы видите все теперь сюда же можем добавить лимонной кислоты чайную ложку кому как нравится можно можно даже полторы где-то вот так вот она будет немножко кислее все размешиваем сюда же добавлять можно сразу дрожжи наши которые уже постояли немножко так все это размешиваем и отправляем пятилитровую бутылку туда же отправляем сок или нашу цедру да и дополняем но оставляем может быть на два пальца ну для воздуха как бы для пены сейчас я это сделаю ну и вот смотрите что у нас получилось в конце концов долил я воды все смешал разболтал его хорошо чтобы насытить кислородом чтобы ускорить брожение немножко и все ставим теперь на 2-3 дня бродиться ну смотря какая погода бывает если жарко выбраживается за день но за сутки вернее уже можно разливать но у меня прошлый раз вот получилось была температура где-то 25 градусов квартире за двое суток выбродилась ну короче двое трое суток нужно ждать пока пена начнет уже немножко спадать и тогда нужно разливать по бутылкам для ускорения еще можно бросить пару ягодок изюма сюда ну вот закрываем крышечкой неплотно так чтобы углекислый газ выходил и ставим бродиться в теплое место советую очень всем сделать это очень хороший напиток получается чем дольше он потом лежит в бутылках тем вкуснее становится все спасибо за внимание с вами был ролик дальше процесс понятный через три дня нужно процедить по бутылкам бутылки положить еще на двое-трое суток в лежачем положении тоже ну так прохладное место а потом уже ложить в холодильник и чем дольше квас этот лежит в бутылках тем он становится вкуснее до свидания с вами был он